Привет, я Олеся Медведева, вы смотрите новый Ясно Понятно блог на канале Страна.юэй. Вот уже прошло несколько дней, как заключенные вернулись по обмену в Украину. 35 человек, включая украинских моряков, Кольченко, Гриба, Сенцова и так далее. За это время некоторые из них успели уже очень много пообщаться с журналистами. И картина получается очень интересная, особенно по самому известному возвращенцу Олегу Сенцову. Это крымский активист Майдана, который снял фильм «Гаммер», за что его называют режиссером. Если кто не знает, почему фильм называется «Гаммер», подразумевался «Геймер». Но украинские акценты, вы сами понимаете. В России Сенцова обвинили в подготовке и осуществлении терактов. Сам он обвинения не признавал и считал их полностью сфабрикованными. Сенцова требовали освободить уже очень давно, и Украина требовала и Европа. И даже российский режиссер Александр Сокуров на встрече с Путиным попросил отпустить украинского режиссера Сенцова. У меня есть сердечная просьба к вам, Владимир Владимирович, как у гражданина России, как у режиссера. Давайте решим проблему Олега Сенцова, украинский режиссер. 20 лет лагерей в северном лагере сидит парень. Мне стыдно, что мы до сих пор не можем решить эту проблему. Умоляю вас, найдите решение этой проблемы. В России же стояли на своем Сенцов террористы, его вина доказана. Вина была доказана на основе признательных показаний его знакомого Геннадия Афанасьева, от которых он потом отрекся. Сказав, что они были выбиты из него под давлением. Но в конце концов ситуация, как мы знаем, поменялась. И как я говорила ранее, в Москве надеяться на то, что большой обмен разблокирует и другие процессы по Донбассу. А потому и вернули практически всех знаковых украинцев, которые были в российских тюрьмах, включая Сенцова. И он тут же стал звездой номер один. Сенцовым все хотят сфотографироваться. Вот даже он решил приодеться в магазине украинских брендов «Си Свои». И там его все окружили и сделали огромный репортаж даже по этому поводу, о том, что Сенцов решил купить себе одежды. Ну, может, из гастронома тоже скоро будет репортаж. Многие, конечно же, сравнивают ситуацию с вниманием пристальным СМИ к вернувшимся на родину украинцам с надеждой Савченко. И уже пошел слух, что офис президента может предложить Сенцову возглавить информационный проект по Донбассу и по Крыму, о котором ранее когда-то говорил Зеленский. И вот Сенцова, а также еще один освобожденный узник Александр Кольченко, сегодня в украинском доме во вторник дали большую пресс-конференцию. Многие с трепетом ожидали, что это будет что-то вроде знаменитой пресс-конференции после возвращения Савченко в мае 2016 года, где она рассказала о своих больших амбициях и навешала всем по первое число. Но вышло по-другому, хотя и не менее интересно. Ну, что же они там наговорили, как все проходило и что же было самое интересное? Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Скажу сразу, что разница в поведении Олега и Александра была очень сильная. Было видно, что Кольченко чувствует себя явно не в своей тарелке. Говорил он очень осторожно, скромно так. На многие вопросы он отвечал что-то типа, не в курсе, был в тюрьме, не следит за темой. Сенцов же вел себя по-другому, держал себя в руках, говорил очень уверенно, но осторожно от политических оценок уходил. А Зеленскому отзывался ну очень корректно. О том, что делать с Донбасом и с его особым статусом сказал так тоже очень обтекаемо. Хотя как обтекаемо, в принципе, вполне себе конкретно сказал про Донбас и про Крым. Но в целом про свое участие в политике, в политической жизни, по примеру Надежды Савченко, от ответа он ушел. Сказал, что предложения от партии пока не поступают и что вопрос для него открытый. И вообще хочет заняться прежде всего съемкой фильмов. Ну, касаемо меня, я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле. Это снимать кино и жить. Что, кстати, логично, ведь выборы еще не скоро. Зачем ввязываться непонятно во что. А весь мир его знает не просто как Сенцова или там активиста Сенцова, его знают как режиссера Сенцова. А он всего один фильм снял и то, отзывы на которые весьма, скажем так, неоднозначные. Не знаю, не могу предположить, насколько его режиссерская карьера будет успешной. Но в финансовом плане я думаю, что у него все будет неплохо. Украина сейчас выделяет сотни миллионов гривен на съемку фильмов. И наверняка, как только Сенцов представит нашему Госкино сценарий, проект этого фильма, ему сразу же выделят денег. Причем немало. Точнее не так. Ему выделят денег, по сути, столько, сколько он попросит. Но это все такая проза жизни. Самое интересное другое. А именно то, что явно было не запланировано. Как я уже говорила, и Сенцова, и Кольченко обвиняют в подготовке и в проведении терактов. Причем сначала Кольченко сознался в них на допросах, а потом сказал, что все эти признания были выдавлены из него под пытками. А потом ему задали вопрос, так, собственно, он участвовал в поджоге офиса «Единой России» или нет? При том, что этот офис находился в жилом доме. Вы не отрицали, что присутствовали при поджоге офиса «Единой России» в Крыму, но заявляли, что это террористическим актом не является. При этом офис находился в жилом доме. Расскажите вашу версию событий и обвинений. Ну, это действительно так. Я принимал участие в этой акции, но о том, что это здание находится в жилой зоне, мне не было известно. А потом, когда у него еще раз решили уточнить, так как же люди, которые находились в этом доме, еще они ведь могли пострадать, и последовал вот такой вот ответ. Уточняющий вопрос Александру. Александр, вы сказали, что не знали, что во время поджога был многоквартирный дом там. Вы считаете, что такие методы неприемлемы? Думали ли вы о том, что кто-то может пострадать? Ну, там была одноповерховая будильня, которая стояла окремо. И напередуне один из хлопцев там ходил, подивился, если нет там людей. Конечно, может быть, и можно поспорить, правильная ли была выбрана статья уголовного кодекса теракт, это был или не теракт. Но в соучастии он признался прямо здесь, на пресс-конференции. Хотя преступлением это, конечно же, не считает. Сенцов, когда ему задали аналогичный вопрос, совершал ли он на самом деле то, что ему вменяют, он ответил более извилисто. Не совершал, но разговоры вел. И на основании этих разговоров, по которым дали показания его знакомые, потом и появилось дело. Вот что он говорит. Олег, можете озвучить, пожалуйста, ваше собственное мнение об обвинениях, которые вам вменяли в России после ареста? Что было правдой из-за этого, а что нет? Вот эти все поджоги, подрывы и так далее. Просто расскажите, что было из-за этого. Про подрывы я сказал, что это были просто разговоры какие-то, которые потом были, они вычленили их, и заставили и Черния, и Афанасьев, что на этом сосредоточиться. И опять же, он не считает подобные вещи, поджоги, нападения на офисы партии, преступления. То есть, как было у нас на Майдане, то, что мы говорили про Крым, про этот офис, почему вы его сожгли, хотя, может, по-другому, но как по-другому, когда оккупировали на тебя, нападали с автоматами, что ты будешь делать? Понимаете? Если бы, когда на нас напали в первом году, мы тоже писали в фейсбуке, где бы мы были все, понимаете? То есть, ну, когда напали, надо защищаться. Там нет другого выбора. Как бы все разговоры заканчиваются на этом. Позиция понятная абсолютно, но ситуация, в общем-то, вырисовывается интересная. Хотя оба по-прежнему настаивают, что дела против них сфабрикованы. Что думаете по этому поводу, вы обязательно пишите свое мнение в комментариях. Сейчас же я хочу сказать о другом. На пресс-конференции было очень много разных вопросов. Некоторые могли бы показаться какими-то странными, неуместными, поверхностными. Не по сути, но это такое. Это уже проблемы конкретных СМИ и журналистов, какие они там вопросы задают. Вопросы по сути, то есть конкретно по обвинениям в России. Что по поводу них могут сказать сейчас Сенцов и Кольченко, задали всего несколько журналистов. Юлия Корзун от страны и Антонина Белоглазова от Шария и еще пару изданий. И Сенцов с Кольченко на них ответили за то, что началось потом. Есть, как бы это сказать, такой не журналист. Журналистом я его не могу назвать. Назовем его работник. Работник громадского телевидения. Это телевидение существует на средства западных стран и ряда фондов. Декларируют высокие стандарты, журналистики и так далее. И вот работник это телевидение, Богдан Кутепов, после окончания пресс-конференции публикует у себя на страничке Facebook такой вот пост. Я считаю так, чтобы не было потом визга про ущемление свободы слова, журналистов должны пиздить сами же журналисты, а журналисток – журналистки. Тех, которые задают тупые вопросы, просто садить на место или выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходят провоцировать от Шария, Медведчука или кремлевских помоек по типу страна UA, безжалостно пиздить. С – саморегуляция. То есть, еще раз, работник громадского телевидения, это общественное телевидение, которое существует за деньги западных стран, призывает избивать журналистов, которых он считает какими-то не такими, неправильными. Это прямой призыв к насилию, к расправе. Чем он отличается от националиста Алексея Цымбалюка, который напал на нашего журналиста Влада Бавтрука и избил его? Да только тем, что еще не исполнил свою угрозу. И по закону тут, кстати, очень нужна профилактика совершения преступления. То есть, уголовная ответственность за призывы к насилию, чтобы Кутепов не перешел от слов к действиям. Но спустя некоторое время под давлением, так сказать, обстоятельств, Богдан Кутепов передумал и дописал к посту апдейт. Мол, я никого не хотел обидеть, и вообще это сугубо моя субъективная точка зрения, я не то хотел сказать и так далее. После чего отреагировало и само громадское телевидение. В своем заявлении на сайте они написали, что не осуждают публичные высказывания журналиста Богдана Кутепова, что то, что он сказал, противоречит ценностям организации, а это доверие, профессионализм, ответственность и человечность. И оказывается, если вы не знали, общественное телевидение систематически защищает свободу слова и права журналистов исполнять свои профессиональные обязанности и будет делать это дальше. И в связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны редакционный совет и общее собрание общественной организации громадское телевидение. Понимаете, с некоторых пор мы это не воспринимаем все как шутки или как просто троллинг. За эти пять лет мы не раз убеждались, что слова иногда превращаются в пули. И пример Олеся Бузины очень красноречивый. Вот и вся причина истерики. Ну что ж, пусть истерят, могут даже расплакаться, а мы и дальше будем делать свою работу. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.UA. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, делитесь своим мнением в комментариях. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!